То есть если вы смываете косметику водой, значит у вас скорее всего комбинированный тип кожи или жирный. Если вам от молочка некомфортно, то есть молочком протерли, и вдруг вот знаете, такое вот есть ощущение, что хочется еще умыться. Вот это вот, например, у меня, у меня комбинированный тип кожи. А если вы нормально пользуетесь молочком, то у вас нормальный тип кожи, да, или ближе к сухому. Понятно, да? Как правильно молочком смывать макияж? Берете ватный диск, обильно смачиваете его молочком, протираете нежно по массажным линиям, спасибо, Ирина. По массажным линиям, вот у вас центр лица, по массажным линиям от центра к периферии вы протираете лицо, потом берете следующий ватный диск, уже смачиваете тоником и убираете остатки молочка. Если вы тоником не пользуетесь, то вы просто размазываете грязь по лицу в очередной раз, да, накладывая тональную основу и крем уже на лицо. А это средства, которые должны идти в паре обязательно. То есть без этого это недостаточно, без этого тоже это недостаточно. Понятно, да? То есть это основы ухода за кожей. И то же самое для жирной и комбинированной кожи. Тоники содержат спиртовые добавки, обычно 3-4% спирта содержится в этих тониках. Для чего? Для того, чтобы поры стягивались, чтобы они закрывались. И если у вас комбинированный тип кожи, вы умыли лицо пенкой, полотеночком промокнули и нанесли тоник на лицо, то вы должны почувствовать, что у вас мурашки бегут по лицу. То есть это спирт испаряться начинает, поры начинают закрываться. Таким образом лицо подготовлено уже к принятию крема и далее мы наносим крем.